Здравствуйте! Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение к руководству полиции страны в связи с распространением в социальных сетях игры «Беги или умри». По ее условиям, ребенок должен перебежать дорогу как можно ближе к движущемуся транспорту. Впрочем, есть и другие опасные игры, например, исчезни на сутки или увлечение подростков нашумевшими группами смерти в социальных сетях. Как уберечь детей, что делать родителям, говорим с детским психологом Анастасией Муловой. Анастасия, здравствуйте! Здравствуйте! Ну и первый вопрос, почему детям вообще такие игры интересны? Как они попадают на удочку организаторов? На сегодняшний день, к сожалению, интернет является такой мощной альтернативой, некой даже социальной площадкой, которая пришла на смену той социальной площадке, которая была в наше с вами время. Сейчас дети меньше проводят времени на улицах, они не играют в секретные для взрослых игры, такие как строительство штабов, познание территории, различных строек. И там, где дети могут играть по своим правилам без взрослых. Отчасти увлечение подобными играми – это вина родителей. Давайте говорить не про вину, потому что у нас так принято, кто виноват, и тогда давайте его накажем. А что делать? То есть ответственность. В любом действии есть две стороны, и стопроцентная как у одной, так и у другой. Как школа стопроцентная, так и родители. Хорошо. А как тогда понять родителям, что ребенок начал увлекаться подобными играми? На что нужно обратить внимание? Дети продвинутые на сегодняшний день, и пороли в интернете порой родителям не говорят. Значит, сразу хочу сказать, если мы совсем, как родители, убираем интернет, это не выход, потому что дети еще больше захотят уйти из-под этого контроля, и мы потеряем ситуацию и доверие детей. Поэтому есть определенные маркеры, если дети попали в эти социально опасные игры в интернете. Первое. Если ваш ребенок внезапно становится очень податливым, то есть он соглашается на многое, но при этом важный признак, он может высказывать какое-то безразличие, то есть показывать. И это может о чем говорить? О том, что жизнь в интернете для него более интересна, чем реальная жизнь. Второе. Это если ребенок хочет иметь доступ к интернету в определенные часы. О чем это может говорить? Администраторы многих опасных групп ВКонтакте посылают задания для детей в определенное время суток, и ребенок, соответственно, должен его выполнить. Третье. Есть тоже такие выводы по этому вопросу, что у детей появляются рисунки однотипные. Это могут быть дельфины, киты, бабочки, различные цифры. И ошибочно думать, что это может быть только на теле написано. Это также могут быть в дневниках, на последних страницах тетради. То есть нужно быть внимательным. И, конечно, если так случилось, что родители заметили, что ребенок читает какую-то опасную литературу или состоит в какой-то группе, то нужно предпринимать меры. Все-таки как найти общие слова? Как выбрать эту тему? Каким образом подойти к ребенку? Если эта ситуация уже настолько актуальна, то вы, как родитель, можете проговорить о своих страхах и тревогах. Что сейчас это есть, что есть такие игры. и поговорить с подростком, что он думает об этом. К сожалению, мы не верим в своих детей. И я думаю, что многие дети, поговорив при разговоре об этом, многие дети предложат свою альтернативу. Как можно помочь другим детям? И они вообще выскажут свое мнение, что они, может быть, далеки от этих групп. Хорошо. Ну вот это все теория. А существуют ли реально сейчас случаи на практике, в частности, в вашей практике, когда ребенка удалось спасти? Сейчас я могу сказать, что у нас есть обращение. То есть обращаются, что дети состоят в этих играх. Буквально на днях поступили в наш государственный центр звонки. Мы работаем по этому вопросу. Поэтому вот сейчас мы в процессе. Мы с коллегой проводим программу. Называется она «Мир начинается с меня». И ее такое неклассное название «Меняюсь я, меняется и мир». Она носит больше профилактический характер. И мы своими занятиями предоставляем детям ту как раз платформу, где они могут действовать по своим правилам, прививать им самостоятельность и ответственность. И тогда у детей будет мощная альтернатива вот этой вот опасной игре. Они будут реализовывать свой потенциал, такой, какой у них есть от природы в жизни. Куда все-таки обращаться родителям, если они увидели, что ребенок подвергся влиянию организаторов вот этих опасных игр в социальных сетях? Почти в каждом городе Кемеровской области есть отделение нашего центра, государственного центра здоровья и развития личности. Можно звонить туда, обращаться за психологической помощью. И часто помощь нужна не только детям, но, конечно же, и родителям. Ну и будем надеяться на то, что все-таки родители, увидев наше с вами интервью, поймут, что детям нужно становиться в первую очередь друзьями. Да, я очень на это надеюсь. Большое вам спасибо за интервью. Я напомню, что у нас в гостях была Анастасия Мулова, детский психолог, и мы разговаривали на тему опасных детских игр в интернете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова